Радио Звезда При свете серебристом В свои мечты погружена Татьяна долго шла одна. Шла-шла, и вдруг перед собою С холма господский видит дом, Селенье, рощу под холмом И сад над светлою рекою. Она глядит, и сердце в ней Забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ль вперед, пойду ль назад. Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, Едва дыша, кругом обводит Недоуменье полный взор И входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки. На крик испуганный я, Ребят дворовая семья, Сбежалась шумно, не без драки, Мальчишки разогнали псов, Взяв барышню под свой покров. Увидеть барский дом нельзя ли? Спросила Таня. Поскорей, к Анисье дети побежали, У ней ключи взять от сеней. Анисье тотчас к ней явилась, И дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, Где жил недавно наш герой. Она глядит. Забытый в зале, Кий на бильярде отдыхал, На смятом канапе лежал Барен здесь жевал. Со мной бывало в воскресенье, Здесь, под окном, надев очки, Играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасения, А косточкам его покой. В могиле, В мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным Вокруг себя на все глядит. И все ей кажется бесценным, Все душу томную живит Полумучительной отрадой. И стол с померкшей лампадой, И груда книг, И под окном Кровать, покрытая ковром, И вид в окно Сквозь сумрак лунный, И этот бледный полусвет, И лорда Байрона портрет, И столбик с куклою чугунной, Под шляпой с пасмурным челом, С руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной Как очарованно стоит, Но поздно. Ветер стал холодный, Темно в долине, Роща спит Над отуманенной рекою, Луна сокрылась за горою, И пилигримке молодой пора, Давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, Не без того, Чтоб не вздохнуть, Пускается в обратный путь, Но прежде просит позволения Пустынный замок навещать, Чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей Простилась за воротами. Через день уж утром рано Вновь явилась она В оставленную сень. И в молчаливом кабинете, Забыв на время все на свете, Осталась, наконец, одна, И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, Но показался выбор их Ей странен. Чтенью предалася Татьяна жадную душой, И ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, Что Евгений И сдавно чтенье разлюбил, Однако ж Несколько творений Он из опалы исключил. Певца Геура и Жуана, Да с ним еще два-три романа, В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной душой, Себелюбивой и сухой, Мечтанию преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы Устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, Какую мыслью, Замечанием Бывал Онегин поражен, В чем молча соглашался он. На их полях она встречает Черты его карандаша. Везде Онегина душа Себя невольно выражает, То кратким словом, То крестом, То вопросительным крючком. И начинает понемногу Моя Татьяна понимать, Теперь яснее, слава Богу, Того, по ком она вздыхать, Осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный, Создание ада Иль небес, Сей ангел, Сей надменный бес, Что ж он, Уже ли подражание, Ничтожный призрак, Иль еще Москвич в горольдовом плаще, Чужих причуд истолкование, Слов модных полный лексикон, Уж не пародия ли он? Уже ли загадку разрешила, Уже ли слово найдено? Часы бегут, Она забыла, Что дома ждут ее давно, Где собрались два соседа, И где об ней идет беседа. Как быть, Татьяна не дитя, Старушка молвила кряхтя, Ведь Оленька ее моложе, Пристроить девушку ей и ей Пора, А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, Не иду, И все грустит она, Да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался, Отказ, Ивану Петушкову тоже, Гусар Пыхтин гостил у нас, Уж как он Танью прельщался, Как мелким бесом рассыпался, Я думала, Пойдет авось, Куда? И снова дело врозь, Что ж, матушка, Зачем же стало? В Москву, На ярманку невест, Там слышно много праздных мест, Ох, мой отец, Доходу мало, Довольно для одной зимы, Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила, Совет разумный и благой, Сочлась, И тут же положила, В Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту, На суд взыскательному свету Представить ясные черты Провинциальной простоты, И запоздалые наряды, И запоздалый склад речей, Московских франтов и цирцей Привлечь на смешливые взгляды, О, страх! Нет, лучше и верней В глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, Теперь она в поля спешит, И умиленными очами их озирая, Говорит, Простите мирные долины, И вы, знакомых гор вершины, И вы, знакомые леса, Прости, небесная краса, Прости, веселая природа, Меняю, милый, тихий свет, На шум блистательных сует, Простиши ты, моя свобода, Куда, зачем стремлюся я, Что мне сулит судьба моя? Ее прогулки длятся доля, Теперь то холмик, то ручей Останавливают поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, С своими рощами, лугами, Еще беседовать спешит, Но лето быстрое летит, Настала осень золотая, Природа трепетно, бледна, Как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, Дохнул, завыл, И вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, Клоками повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами Среди полей вокруг холмов, Брига с недвижной рекою Сравняла пухлой пеленою, Блеснул мороз. И рады мы проказам матушки зимы, Не рада ей лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать, Морозной пылью подышать, И первым снегом с кровли бани Умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен, Проходит и последний срок. Осмотрен вновь обид, упрочен Забвенью брошенный вазок. А босс обычный, Три кибитки везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, Варенье в банках, тюфяки, Пирины, клетки с петухами, Горшки, тазы, ацетера. Ну, много всякого добра. И вот в избе Между слугами поднялся шум. Прощальный плач. Ведут на двор Осьмнадцать кляч. В вазок боярские их впрягают, Готовят завтрак повара. Горой кибитки нагружают, Бронятся бабы-кучера. На кляче тощей косматой Сидит форейтор бородатый, Сбежалась челядь у ворот Прощаться с барами. И вот уселись. И вазок почтенный Скользя ползет за ворота. Простите мирные места, Прости приют уединенный, Увижу ль вас, И слезы ручей У Тани льется из очей. Мы читали главы Из романа Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин Радио Звезда